МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Предупреждения закончились. За несанкционированную торговлю и самовольные свалки будут наказывать строже. Финишная прямая. Как в этом году отдыхали туристы на пляжах Балаклавы. Поставить три пьесы за неделю. В Севастополе стартовала театральная лаборатория. За неделю в Севастополе произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб. Итоги минувшей недели подвели на аппаратном совещании в Доме правительства. Текущая же задача, поставленная губернатором, ликвидировать несанкционированную торговлю и демонтировать незаконные рекламные конструкции. Подробности далее. Жизнь города за минувшую неделю в одном докладе. И так, гореть стали меньше. Всего 4 пожара и 42 возгорания. В Одессе спасено 5 утопающих. 19 числа напомнила о себе проблема дефицита автовозок, лицензированных для подвоза питьевой воды. Поломалась техника нашего водоканала и пришлось обращаться к заводу Инкермана. Граждане города обращались в единую диспетчерскую службу 1463 раза. Основные проблемы, которые волнуют наших жителей, это обработка деревьев от гусениц, от американской бабочки и вывоз мусора. Снос незаконных рекламных конструкций ускорить, продажи бахчевых в неустановленных местах ликвидировать, самовольно установленные нестационарные торговые точки демонтировать. Работа в этом направлении ведется и должна быть усилена, поручил губернатор. Только за минувшую неделю на предпринимателей, нелегально торгующих в центре, составлено 17 протоколов. А вот за мусор, его складирование и невывоз, поплатятся управляющие компании. Меры какие-нибудь принимаем к ним, к управляющим компаниям? Ну, пока предупреждение сделали, а дальше будем штрафовать. Хорошо, давайте от убеждений перейдем к более активным мерам. Есть, Сергея Иванович. Передача Херсонеса Таврического в федеральное ведение идет по графику. Напомним, срок истекает 1 сентября. После чего заповедник внесут в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. А вот вопрос паспортизации памятников культурного наследия в городе в целом пока не завершен. В Управлении культуры оправдываются. Слишком долго утрясали внутреннее штатное расписание. После выставления на торги в середине октября, когда мы получим пакет документов, после этого мы можем проводить паспортизацию. Это второй этап. Вопрос первостепенной важности в тех условиях, когда в действительности до 2014 года значительное количество участков было предоставлено, в том числе и в непосредственной близи объектов культурного наследия. Охранные зоны позволяют установить особый правовый режим использования этих территорий и ограничить параметры застройки, либо в принципе ее исключить. Если этого не делать, сейчас у нас в этом году происходит оцифровка архивов, значит, и севреестр будет ставить на кадастр учет. Анна Малышко, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Впервые в Севастополе и Республике Крым проходит акция «Дети России», направленная на профилактику наркомании среди несовершеннолетних. Инициатор ее проведения – Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации. Акция стартовала 15 августа. По всем городам Крыма, в частности, в детских оздоровительных лагерях и загородных профилакториях, были организованы различные культурно-массовые мероприятия, а сотрудники правоохранительных органов прочли лекции о вреде наркотиков. Проведены были рейды по неблагополучным семьям, а также по местам проживания подростков, которые могут употреблять психотропные средства. Завершится акция «Дети России» 25 августа. В эту акцию вовлечены сотрудники органов наркоконтроля, внутренних дел, министерства здравоохранения. Цель акции – пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних. В частности, мы принимали участие в прошедшем тут крупномасштабном байк-шоу. Наши представители были, выявляли среди людей, лиц, которые, возможно, либо склоняют детей к потреблению наркотических средств, либо непосредственно потребление наркотических средств подростками и детьми. Какие-то были выявлены? К счастью, нет. Одна неделя осталась до прихода календарной осени. Пора подводить предварительные итоги пляжного сезона. Согласно официальным данным, наплыв отдыхающих в этом году был немалый. Каждый из них не только пополнил городской бюджет, но и оставил напоминание о себе. Чаще всего в виде мусора. Журналисты информационного канала Севастополя побывали на нескольких балаклавских пляжах. И вот что там увидели. На пляж Ближний или Серебряный сегодня можно попасть городским катером, яликом или пешком по козьей тропе над скалами. Ход на пляж бесплатный. Из ненавязчивого сервиса только топчаны под теневыми навесами. На вырученные деньги содержатся спасатели и уборщики. А еще вывозится море мусор на большую землю. Пляж чист, но повадились отдыхающие на нем костры разжигать и шашлыки жарить. Такие деяния пресекаются на корню. Основная проблема у нас в этом году сегодня с кострами, потому что пляжники не соблюдают режим. У нас режим повышенной пожаробезопасности. Люди ведут себя некультурно. Первых разбрасывают мусор. Это одна из проблем у нас. И вот берут ветки старые с леса, то, что запрещено общекатегорически. Мы с этим боремся, пресекаем, вплоть до того, что отправляем людей на катере обратно в город. На пляже Яшмова народа не так много, как в прошлом году. Ходит городской катер с интервалом 2 часа. Ялики неохотно, но все же возят сюда пляжников. Основной поток отдыхающих, как и прежде, приходит по монастырской лестнице из частной гостиницы, постоялых дворов, дачных массивов Фиоленпа. Главная проблема сезона, как и в прежние годы, мусор. Арбузы, кукуруза, дыня. Люди, как правило, этот мусор оставляют на пляже. Этот мусор является очень тяжелым. И создается проблема по вывозу его. Поэтому большая просьба к отдыхающим не приносить на пляж эти виды культур и брать с собой легкие напитки. Водичка такая. Как говорится, кушать нужно было. Многие пляжники не представляют себе купание в море без обильной трапезы. Вот и приносят дыни и арбузы. А вывозить морем такие отходы приходится рабочим уборщикам. Отдыхающие вполне довольны состоянием пляжа. Хотя сетуют. Раздевалок можно было бы и побольше установить. Есть желающие поплавать за буйками и продегустировать продукцию крымских виноделов. Но они понимания у администрации пляжа не находят. В баре нет взрослых мотивов. Хотелось бы, конечно, крымского вина попробовать. Прям на пляже, на море. Но увы, ах. Люблю плавать долго и далеко. Но стоит заплыть за буйки. Сразу спасатели начинают кричать. Назад нельзя. В общем, это не дело. Не поплаваешь. Я уже много лет прихожу на этот пляж. Мне он нравится здесь чисто. Очень красивый ландшафт окружающий. Отдыхающие, люди очень добрые, приятные сотрудники пляжа. Всегда очень доброжелательно относятся к отдыхающим. В принципе, достаточно хорошо ходят катер. Всем угодить трудно. Но общий настрой отдыхающих положительный. А вот администратору приходится еще и выпроваживать пляжников из обвалоопасных зон. У пляжа Яшмова есть постоянно нерешаемая проблема. Это обвалоопасные участки пляжа. Они, как правило, у нас все огорожены красной белой лентой. Но людям как бы тяжело объяснить весь этот момент этого недостатка пляжа. Поэтому люди постоянно лезут у нас на гору. Постоянно лезут в эти опасные участки. Очень тяжело работать с людьми такими. Поэтому прошу опять-таки отдыхающих соблюдать режим работы пляжа и не нарушать наши порядки. Альпинисты весной очищают склон над пляжем от свободно лежащих камней. Но опасность камнепада все же сохраняется. Такова особенность всех экзотических уголков побережья Севастополя. И осторожность следует соблюдать даже на таких обустроенных пляжах. Владимир Иларионов, информационный канал Севастополя. Театральная лаборатория в Севастополе. Московские специалисты по сценической речи, пластике и танцу в течение нескольких дней будут работать с актерами драматического театра Черноморского флота. А режиссеры из столицы и Санкт-Петербурга меньше чем за неделю подготовят показу три пьесы. Это «Фронтовичка», «Холостяки и холостячки» и постановка с необычным и длинным названием. История «Медведи и панда», рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте. Репетиции уже идут. Эскизы спектаклей покажут 30 и 31 августа. Вход на постановки по пригласительным билетам. Сценические истории будут разыграны на основной и малой сценах, а также в фойе драматического театра имени Лавренева. По окончанию постановок зритель сможет принять участие в обсуждении показанных работ и проголосовать за понравившийся спектакль. Это плановый проект Союза театральных деятелей Министерства культуры Российской Федерации. Ребята уже все приехали. Мы впервые проводим такую лабораторию творческую. Это очень интересный проект, любопытный. Он направлен прежде всего на мастер-классы для артистов провинциальных театров. Театр должен быть разным. Театр – это живой организм. И если сравнивать его с человеческим организмом, то иногда нужны встряски, иногда нужно просто полежать на пляже и отдохнуть. И в данной ситуации лаборатория – это моя не первая лаборатория, я уже имею какой-то опыт, но все равно это состояние стресса. Это такой адреналин, когда ты вдруг оказываешься как будто бы в студенческие годы, когда нужно за ночь что-то придумать и тут же показать. И вот это вот начинает по-другому кровь бурлить. Ты вдруг находишь в себе какие-то другие резервы, смотришь на себя вдруг со стороны. Помогает встряхнуться и как-то по-другому переосмыслить свою профессию. Севастопольцы стали бронзовыми призерами третьего турнира по пляжному футболу. В соревнованиях под названием «Футбольное братство-2015» приняли участие три севастопольские команды – чемпион города «Детонатор», серебряный призер турнира «Арсенал» и сборная Черноморского флота. Приехали коллективы из Москвы – ЦСКА, Спартак и Локомотив, а также из Симферополя, Ронда и Русь. Мероприятие посвятили Дню государственного флага Российской Федерации. Длилось оно два дня. Восемь команд разделили на две группы. Каждая сыграла по три матча, по итогам которых определились полуфиналисты. В четверку сильнейших попали все три столичных коллектива и «Детонатор». В финал вышли ЦСКА и Локомотив. Армейцы оказались сильнее железнодорожников и вышли со счетом 1-0. В матче за третье место севастопольский «Детонатор» разгромил «Спартак» 10-0. Памятными призами по итогам турнира наградили футболистов в номинациях «Лучший вратарь», «Бомбардир» и «Игрок». Вручали также приз зрительских симпатий, награждали за честную игру и за волю к победе. К этому часу это все новости. До встречи в эфире.